Добрый вечер! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, предлагаю подписаться. Те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А у нас с вами очередное видео. Мы записываем по состоянию на сегодняшний день. И на календаре у нас 12 февраля, киевское время, 21 час. Сегодня поздний выпуск, поэтому и говорю вам добрый вечер. Мы из Украины. Итак, оперативная обстановка за прошедшие сутки выглядит следующим образом. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на наступательных действиях в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За минувшие сутки подразделения Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Временного Яра, Первомайского, Марьинки и Углидара Донецкой области. За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, 3 из них по гражданской инфраструктуре города Харькова и 32 авиационных удара, 6 из которых с применением беспилотников типа «Шахет-136». 4 дрона «Шахет-136» были сбиты силами обороны. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угрозой дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумщина и Харьковская область. Также на оккупанты нанесли авиационный удар возле населенных пунктов Гатища и Волчанское. На Купинском и Лиманском направлениях. Там продолжаются позиционные бои. Линия фронта не претерпела изменений. Ситуация тяжелая, но стабильная. Бахмутское направление. Окупанты захватили Красную гору и усиливают давление на трассу и Просковьевку. Населенный пункт Просковьевка. Все атаки в районе трассы на Константиновку отражены нашими войсками. В самом городе ситуация стабильно тяжелая, но существенных изменений не произошло. На Авдеевском и Новопавловском направлениях. Там тоже без изменений за прошедшие сутки. Враг подтягивает резервы с перспективой возобновить наступление на Невельское и Углидар. Но пока наблюдаем перегруппировку сил противника. На Запорожском направлении к огневому воздействию подверглись населенные пункты вдоль практически всей линии фронта в Запорожском области. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки и Каменского. На Херсонском направлении здесь без изменений обстрелы всего правого берега Днепра от Херсона до Запорожья пострадало под огневым воздействием противника более 30 населенных пунктов. Наша артиллерия старается вести контрбатарейную борьбу. Враг концентрирует усилия, как вывод можно сделать основной за сутки, это то, что враг концентрирует усилия в северной части Бахмута, то есть от Красной горы. Подтягиваются новые резервы для попытки увеличить интенсивность боев и преуспеть. Враг может развивать наступление и от Солидара, поскольку используется тактика набегов и поддавливаний. Вот с такой тактикой мы столкнулись и так сейчас действуют российские войска. То есть набегая, надо понимать буквально, то есть они до взвода, иногда до двух мотострелковых или стрелковых взвода, действительно как татары-монголы совершают набеги на нашей позиции. И такое количество пехоты остановить очень тяжело. Либо продавливание, тактика продавливания, это когда они просто волнами штурмуют одну позицию до тех пор, пока артиллерия и вот такая вот штурмы пехоты не выбьют наши войска с нашей позиции. В Бриловке и Новокиевке, временно занятой территории Херсонской области, отмечаются попытки оккупационной так называемой местной администрации отобрать жилье у местного населения. Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья. Покинутые дома опломбируются с размещением сообщения о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной местной администрации. Ну вот такая вот экспроприация, ну это в принципе это мародерство, захват чужого имущества с применением силы и оружия. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и один беспилотник типа Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса. На сегодняшний день в Черном море находятся более 10 вражеских кораблей на боевом дежурстве, из них 3 носителя ракет-калибр, общий залп которых может составить более полтора десятка ракет. Вот такие вот военные события произошли сегодня на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Из военно-политических новостей прошедших суток надо отметить следующее. В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования от министерств, областных военных администраций, стран-партнеров и международных организаций. То есть координационный центр по разминированию нашей страны в масштабах страны. Он будет основным связующим звеном между саперами, причем как внутри Украины, так и за рубежом и потребностью в разминировании местности там, где ступила нога так называемого русского мира. То есть русский там, где побывал российский фашизм. Следующее. Россияне начали имитировать взлет истребителя МиГ-31К. Это ракетный комплекс Кинжал, вероятного носителя гиперзвуковых ракет Кинжал, который и становится причиной воздушных тревог в Украине. Об этом сообщает нам мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мочулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И вероятно цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су. Отличить взлет Су от МиГа крайне тяжело, без визуального наблюдения. Вот о чем идет речь. То есть поняли, да, что они делают? Они выводят Сушку, она взлетает, а мы на радаре видим, что это вроде как взлетел самолет. Но подтвердить, что это взлетело МиГ-31 или Сушка, там 29-я или 34-я, мы не можем, пока кто-то визуально возле взлетной полосы не увидит, какой самолет взлетал. Внешне они очень сильно отличаются. А по звуку взлета и по отметке на радаре радиолокационной станции они примерно одинаковые. Это одного типа, примерно одного размера самолеты. Вот такую игру играют российские войска. Ну, в принципе, это и предполагалось, что они будут максимально стараться досадить нам и вывести нас из зоны комфорта. Следующая очень интересная новость, она говорит о такой, я бы сказал, это уже, на мой взгляд, это уже целенаправленная планомерная деятельность западных оружейников, то есть военно-промышленные комплексы стран-партнеров потихоньку начинают протаптывать себе дорожку для того, чтобы зайти в Украину именно с производства, со своим оружием. Буквально пару дней назад я вам рассказывал о том, что германские промышленники, ну, в Германии вообще произошел прорыв в плане разрешительной тенденции к поставкам нам вооружений, и в том числе не только правительство, но и теперь и промышленники, допустим, Рейнс Метал. И Рейнс Метал ведет консультации с немецким правительством и с правительством Украины на предмет размещения завода по производству. И здесь этот завод хотят построить и запустить на нем новый танк «Пантера». Вы заволновались, я тоже вместе с вами, что как же будет наш завод имени Малышева и КБ Морозова, танкостроительная, выдержит ли оно конкуренцию, если мы разрешим. Так вот, высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами в Киеве по изготовлению вооружения и военной техники в Украине. Об этом пишет издание «Телеграф». Видите, то есть, они понимают прекрасно, что будет полное перевооружение вооруженных сил. Это очень емкий рынок вооружения, очень. Ну, если у нас только 800 танков в боевом составе, ну, во всяком случае, до войны так числилось в белой книге. А если мы по итогам войны развернем армию, там, не в 350, а в 450 тысяч, допустим, сделаем танков, может быть и 900, и 1000 в боевом составе. 1000 танков, это, я вам скажу, что огромный оборонзаказ. А сколько боевых бронированных машин, а сколько артиллерии, а сколько стрелкового вооружения надо произвести и заложить на склады. Поэтому, вот видите, немцы, теперь британцы готовы заходить в Украину, готовы строить здесь заводы, создавать рабочие места, производить оружие в надежде, что они либо его продадут нам, мы его купим, либо они его будут продавать другим странам, включая на международном рынке. Тем более, что у нас размещение нашей страны довольно выгодное, Ближний Восток вообще рукой подать. Пожалуйста, в Средиземное море вышел, ты уже на Ближнем Востоке. Через Суэцкий канал прошел, ты уже в Индостане. И вот тебе Восточная Африка, а Средиземное море, это Северная Африка, вышел через Дарданеллы, ты уже на западной части Африки. То есть, рынки огромные. Возможности тоже. Кстати, другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию на первое место в очереди по заходу в Украину с своим производством. Они идут. Не просто везут сюда оружие и говорят, на тебе купите. Нет, они сюда идут капитально вкладывать деньги, строить заводы и производить здесь оружие. Делать такой, я бы сказал, оружейный хаб. Судя по таким странам, я скажу, что все три страны, Германия, Франция и Великобритания, не самые последние страны в мировом рейтинге производства и продажи вооружений. Причем весь спектр, начиная от моря, суша и воздуха. То есть, все три сферы, все три вида вооруженных сил любой страны могут охватить эти промышленники. Ну что, сегодня этот раздел будет коротеньким. Мы больше времени не уделим вопросам, которые вы задали в предыдущем видео. Поэтому я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И вот тогда смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. И, как всегда, по традиции мы продолжаем с вами ответом на вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И вот такой длинный вопрос, касающийся тоже войны. Пошли рационализаторские предложения. Вот так вот я бы охарактеризовал этот вопрос. Во время Приднестровского конфликта находился в самом эпицентре города Дубасары. Непосредственно в конфликте участия не принимал. Геройствовать не буду. Слышал, что преднестровские воины с автомата снимали пламя-гасители и на их место закручивали выточенные цилиндры под наступательную гранату. Выдергивали кольцо. ЧК удерживалось от взрыва. Стреляли из холостого патрона. Под углом 45 градусов граната летела метров на 100-150. Рукой так далеко не забросишь. Сам не видел, только слышал. Кому интересно, надо испытывать при окопной войне, которая у нас возможно происходит. Предстоит. Наверное, вещь неплохая. Не думаю, что в войсках изобилие ручных гранатометов и гранат к ним. Если ответите хотя бы на один из двух вопросов, буду благодарен. Правда, раздел ответы на вопросы часто пропускаю. Могу не услышать. Ну, вы определитесь. Либо вы тогда не просите, чтобы мы прочитали. Зачем вы задаете вопрос, если вы не слушаете. Смотрите. Этот метод делается стакан. Так называемый стакан, который навинчивается на ствол. Вместо пламя-гасителя и холостым выстрелом. Не только наступательную и оборонительную эфку, гранату, вот таким образом забрасывают в позиции. А за счет навесной траектории стараются попасть в окоп. И это используется повсеместно. Я думаю, что и наши народные умельцы это используют. Во многих конфликтах такой способ метания гранат с помощью холостого выстрела из автомата, это считается нормальной практикой. По сообщениям немецкого СМИ Вельд, британские танки-челленджеры пришли в немецкий порт Бремер-Хафен 10 февраля. И уже идут в Украину. Слава защитникам Украины. Но этого и следовало ожидать, потому что премьер Великобритании Риши Сунак обещал, что в первых числах марта британские челленджеры будут в Украине. Ну, видите, человек слово. Человек сказал, человек сделал. То есть настоящий политик, который отвечает за свои слова. Добрый день. Слава вооруженным силам Украины. Вопрос такой. Если россияне сумеют захватить Молдову по сценарию Крыма, зеленые человечки, как вы думаете, НАТО снова не будет вмешиваться? И какая будет угроза тогда для Одесской области? Никакой. Дело в том, что невозможно провести в Приднестровье или в Молдове невозможно провести операцию зеленых человечков. Я напомню еще раз. Смотрите на карту. Вот откройте глобус Молдовы и возьмите в руки. И посмотрите. Она анклав между двумя государствами Румыния и Украина. У Молдовы нет выхода. Внешнего выхода. Мы предоставляем им там... Мы поменялись немножко территории. У них есть порт на реке Дунай. Вот. Они нам отдали там кусочек территории. Вот такой размен сделали. Но, чтобы зайти в порт Дунай, надо пройти Дельту Дуная. Опять же, Дельта Дуная проходит... По Дуная проходит граница между Украиной и Румынией. Поэтому операция зеленые человечки в Приднестровье априори невозможна. Они туда не попадут. Кстати, в первые месяцы войны именно это и хотели сделать российские войска. Помните? Высадка дистанта в районе Белгород-Днестровского, Затоке. Чтобы максимально близко там Паланка, рядом Молдову, из республики Молдова. Населенный пункт. Там железнодорожная ветка через Паланку идет. И вот было два. Первое, перерезать железную дорогу. Второе, войти в Молдову и поднять там... Используя военные запасы в Приднестровье, поднять там, захватить Молдову. Поэтому пока Украина и Румыния стоят на страже, Молдове операция зеленые человечки не грозит совсем. И даже там вариант, задавали вопрос, что сейчас через Турцию российские спасатели, точнее российские солдаты под видом спасателей поедут в Молдову. Как? Как они поедут в Молдову? Вопрос. Поэтому нет. То, что Россия будет раскачивать в Молдове ситуацию, никто не сомневается. И они сейчас попробуют переизбрание правительства, максимально используя коррумпированных чиновников, коррумпированных политиков в Молдове, пророссийские настроения, потому что в Молдове до сих пор транслируется и даже очень широко российское телевидение. Они будут использовать все для того, чтобы протянуть как можно больше пророссийски настроенных политиков в правительство Молдовы. И таким образом влиять на ситуацию. Возможно покачают ситуацию со стороны Приднестровья, если у них такая возможность будет. Но это будут максимум митинги, максимум какие-то столкновения с полицией, потасовки, но не более того. Силы средств, я понимаю, что у Молдовы силы средств защититься нет. Но поверьтесь, они найдутся сразу. Будем так, как говорил в свое время Жванецкий, изыщут внутренние резервы. Что это за резервы, не буду здесь устраивать полемику. Но поверьте, они есть, эти резервы, которые усмирят Приднестровье буквально в считанные часы. А мы еще можем помочь, если Молдова официально к нам обратится за помощью, то мы можем помочь в плане усмирения вот этого небольшого гарнизона, который, кстати, в большей своей степени состоит уже из местных граждан, которые вроде как и паспорта российские получили, и контракт подписали с вооруженными силами России. Ну и не думаю, что они готовы сегодня проливать кровь и пойти в рай, как говорил Путин. Так что не переживайте, это все информационно-психологические спецоперации со стороны России по раскачиванию ситуации. Скажите, пожалуйста, как понять, что это были обычные ракеты, на которых болванки с ядерных ракет? Что это пустышка, ведь радиация сразу не проявляется. Или у ядерных ракет сила взрыва мощнее? Никак не понять. Пока не встанет ядерный грипп, там взрыв совсем другой. Там мы наблюдаем осколочно-фугасный взрыв, он называется взрыв брезантной гранаты. Если брать по науке, то это брезантная граната взрывается на основе тротила, на основе гексогена, на основе тола. В зависимости от того, какое применяется взрывчатое вещество в том или ином виде боеприпаса. Ядерный взрыв, это совсем другой взрыв. Это цепная реакция с выделением огромного количества энергии, а просто огромного. Радиация начинает действовать мгновенно, мгновенно. Вспомните Чернобыльскую катастрофу. Пожарные начали падать в обморок уже через час после прибытия на место и начала тушения пожара. Когда они хватанули дозу радиации, человек ощущает это сразу. Если маленькая доза, то попозже. Вспомните российских солдат, которых заставили, их тупорылое командование, по-другому назвать нельзя, заставило рыть окопы в Рыжем лесу, в Чернобыльской зоне, через две недели начало тошнить. Это признаки лучевой болезни. Они, сидя в этих окопах, нахватались там радиации. Радиация мгновенно действует, чтобы вы понимали. И ядерный взрыв это грипп высотой нескольких километров. И который в радиусе нескольких километров, а иногда десятков километров, в зависимости от мощности ядерного взрыва, сносит все, образует зону сплошного разрушения. Поэтому узнать в каком снаряжении ракета сегодня может быть запущена со стороны России очень тяжело. Единственное, что у нас есть более-менее гарантия того, что западные разведки всеми видами и всеми способами отслеживают места хранения ядерных боезарядов. И сегодня нельзя просто так взять и переместить ядерный боезаряд. Кстати, я вам скажу, что два случая было, когда на ракете был установлен имитатор ядерного взрыва. Это имитационная головная часть, которая полностью соответствует как у ядерной, только у нее нет заряда. Вместо заряда там муляж. Все остальное, электрические схемы, весовые характеристики, технические характеристики, то есть вес, размер, там все один в один. Эта головная часть делается для тренировки расчетов. Для того, чтобы они тренировались выполнять процедуру, допустим, стыковки и расстыковки этой головной части. Потому что ядерная голова стыкуется только по особому распоряжению. Она не находится на самой ракете. И то, что они второй раз уже поставили эту головную часть, может быть два варианта. Вариант первый. У них не хватает осколочно-фугасных головных частей, поэтому они цепляют все, что есть под руками. Есть на аэродроме вот этот учебно-тренировочный макет. Они его ставят и его запускают. Это первый вариант. Нехватка головных частей в фугасном снаряжении. И второй вариант. Это информационно-психологическая операция, направленная против нас. Допустим, зная, что мы сбиваем порядка 80% ракет, то есть 8 из 10, в надежде, что мы собьем эту ракету и увидим эту головную часть. Или она ударит в какой-то объект, допустим, в жилой дом. И она же не взорвется, там же нет взрывчатого вещества. Мы ее в конечном итоге раскопаем из обломков и увидим эту головную часть. И у нас будут трястись поджилки. Вот, кстати, что и говорит, о чем и свидетельствует ваш вопрос. Вы, как нормальный здравомыслящий человек, вы переживаете. Вы думаете, ага, сегодня имитатор, завтра ядерный боезаряд. Вероятность такая существует. Она практически равна нулю, но она существует. По двум причинам я объяснил, по каким это голова могла появиться на этих ракетах. Но, поверьте, ядерный взрыв, загуглите. Вот, загуглите просто, кстати, очень показательно, есть документальные кадры Хиросимы и Нагасаки. После бомбардировки те же американцы снимали, документировали результаты взрывов. Вот, и вот посмотрите, эту хронику, она есть в Ютьюбе. Найдите, посмотрите, вы увидите, что такое ядерный взрыв. Там самые такие были слабенькие бомбы, самые первые. Малыш и толстяк. Они еще так символически назывались. Ну, в Хиросиме, по-моему, 75 тысяч. А вот этот толстяк, по-моему, туда, да, Нагасаки, там малыш был. Бомба. Вот, заодно вы увидите, что такое ядерный взрыв. Почему Бахмут держится дольше Мариуполя? А потому что Бахмут не окружен. Бахмут имеет возможность, мы имеем возможность снабжения города. Город в полукольце. Это не окружение. Все, все, все удовольствия идут в город. Боеприпасы, топливо, продовольствие, свежие силы наших войск на ротацию идут. Мы эвакуируем раненых и убитых. Эвакуируем технику подбитую. Вот поэтому Бахмут и держится. То есть у них нескончаемый запас. В Мариуполе после трех месяцев практически боев начало заканчиваться продовольствие, начали заканчиваться боеприпасы. И, соответственно, была огромная проблема с ранеными. Что делать с ранеными? Потому как они получали только доврачебную помощь. Ну, минимум медицины там могло быть обеспечено в тех полевых условиях. Вот поэтому Бахмут можно держать сколько угодно долго. Привет, Олег. Не знаю, чи ви прочитаете, но вопрос. Когда мы все говорили о танке и танковой коалиции, на предметах у всех были танки типа Леопард-1 или Леопард-2 версии А4. Проте вышло так, что у нас достались танки даже лучших версий Леопард-2 версии А6. Были также разговоры и про новичные Пантеры. Теперь, повертащись до литаков. Чи могут нас в теории дать больше новейших литаков типа Ф-35? Ну, вы имеете в виду, по примеру, танков. Ну, во-первых, мы не на Леопарда рассчитывали. Первые, точнее. О-первых, мы заикнулись еще весной, в конце весны, в начале лета. Нам сразу сказали нет. И все. А дальше шла речь, когда началась танковая тема. Началась она где-то в ноябре месяце. Что все, танки закончились, давайте нам Леопард. Сразу пошла речь о Леопардах-2. Да, мы рассчитывали хотя бы на А4, самая распространенная версия. Нам дают А6. Это лучше. Согласен. Так вот, вы предлагаете наложить вот этот же алгоритм на самолеты. По принципу проси больше, дадут меньше. Что может быть нам просим, или наоборот, просишь меньше, а тебе дадут больше. Вот так правильно будет сформулировать ваш вопрос. Что мы просим F-16, нам дадут F-35. Нет, не надейтесь. Дело в том, что F-35 это машина совсем другого поколения. Это раз. Второе, стоимость этой машины просто запредельная по сравнению с F-16. И третье, это то, что страны, мировые страны стоят в очереди на получение F-35. Очень многие страны до сих пор не получили то, что они уже оплатили. Та же Норвегия, допустим. Та же Польша оплатила. Турция внесла предоплату на программу F-35. Но им, правда, отказали по политическим мотивам. Не стали продавать. Но, тем не менее, Британия получила, как лучшие друзья, наверное, Соединенных Штатов. Они получили там и то не весь комплект. Они только два авианесущих крейсера перевооружили. Они палубную версию получили F-35. Поэтому нет, про F-35 даже речи не идет. Даже не надейтесь. Даже F-22 Raptor и тот можете не рассчитывать. Ф-16, да, он самый распространенный. Его достаточно во многих странах. Он унифицированный. Поэтому, скорее всего, речь будет идти об F-16. Ну и тут вы еще в хвостике задаете еще на рахунок стратегичных бомбардувальников типа Б-52 та аналоги. В чему бы нам видны сенсы. Дякую за видповедь. Слава Украине. Нет, к сожалению, в этой войне авиация применяется ограниченно. Нужна ли бы авиация более старшего, точнее более нового поколения для того, чтобы преодолевать системы ПВО? На линии фронта слишком большая плотность ПВО. Слишком большая. Вы посмотрите, мы каждый день сбиваем все, что там применяет Российская Федерация. Один-два самолета или один-два вертолета каждый день падают. Вглубь страны небо закрыто. Для авиации небо наше уже закрыто и закрыто давно. С мая месяца российская авиация больше не летает бы на бомбежки вглубь Украины. Ну а мы не нарушаем воздушное пространство Российской Федерации и, конечно, не бомбим. Б-52-й, до звуковой бомбардировщик, прекрасное мишень. Это, знаете, даже слепой. И тот не промахнется, стреляя на звук по самолету Б-52. Да, 30 тонн бомбовой загрузки, я согласен, это, конечно, шикарно. Это можно ковровые бомбардировки утюжить вдоль и поперек все что угодно. Но не в нашей войне. Поэтому тяжелые бомбардировщики типа Су-24, Су-34 еще, да, могут применяться и то в пределах фронта. Либо как эти самые, либо как ракетоносцы они в основном применяются сегодня. Они уже не бомбят давно, но ракеты пускают класса воздух-земля. Вот, ну а стратегий нет. Даже, даже, смотрите, Ту-95 пускают с акватории Каспийского моря, пускают крылатые ракеты по территории Украины. Они уже боятся даже залетать в Черное море. Раньше они спокойно залетали в Черное море и первые пуски ракет Х-101, Х-55 были с акватории Черного моря. Под ними стоял крейсер Москва с самой мощной системой ПВО. Вся эскадра прикрывалась этим крейсером и самолеты российские заходили в зону ответственности ПВО крейсера Москва и обстреливали территорию Украины. Сегодня крейсер кормит крабов на дне черных или бычков черноморских. Соответственно, они откуда пускают? С Каспийского моря. Они боятся даже подойти. Поэтому, нет, стратегические бомбардировщики, это не наш конек, как говорил один известный герой. Вот такое обращение очень интересное. Дядь Олег, здравствуйте. Меня зритель из стран Балтии называл дядя Олег, теперь дядь Олег. Видно, уменьшительно ласкательное. Спасибо. Известно, что в Украине будет передано Патриот ПАК-3, которая хорошо работает по баллистическим ракетам. В ПАК-3 в пусковой установке 4 контейнера по 4 ракеты в каждом контейнере. Сбивать крылатые ракеты, самолеты и вертолеты с ПАК-3 очень дорого. Отсюда вопрос, дадут ли Украине ПАК-2 в придачу для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов. Так как ПАК-2 дешевле, чем ПАК-3. Давайте объясним зрителям. Дело в том, что комплекс Патриот существует в двух ипостасиях. В ипостасии противоракетной обороны это версия ПАК-3. Это борьба с баллистическими ракетами. Ну и с крылатыми, кстати, тоже. Да, соотношение цены противоракеты и крылатой ракеты, конечно же, перевес идет в пользу противоракеты. Она дороже. А в версии ПАК-2 комплекс Патриот это обычный противовоздушный комплекс, который борется с воздушными целями, кроме баллистических. Так вот, я не вижу вообще смысла передавать нам ПАК-2, комплекс как ПВО. Нам нужен противоракетный комплекс. У нас головная боль и главная проблема это баллистические ракеты. Это то, с чем мы сегодня не можем бороться. Потому что это вот то, что обстреливают там Запорожье, обстреливают Харьков, а перехватить нечем. Потому что ракета комплекса С-300 летит на сверхзвуковой скорости по баллистической траектории, по координатам, заданным на земной поверхности. И летит она 40 минут. Ее может перехватить только ПАК-3, то есть Патриот в версии противоракетной. Вот нам зачем нужен. Нам не нужен второй. Мы в небо закрыто сегодня. Посмотрите. Российская авиация залетает в Украину? Нет, не залетает. Боятся. Потому что сразу же собьют. Сразу. На влете только собьют. Вертолеты залетают? Нет, не залетают. Сбиваем сразу же. Крылатые ракеты залетают? Да, залетают. Вероятность сбития высокая? Высокая. 80% это очень высокая вероятность сбития. Это фактически сводит на ноль эффективность применения этих ракет. Ну, понятно, что россияне, они мыслят прямолинейно или прямоугольно. То есть, у них нет гибкости, иначе бы они давно поняли, что ракетные удары не приносят эффективность. Ну, они тратят ракеты, считают, что у них денег немерено. И на войну им хватит денег на дольше, чем в любой другой стране мира. Или даже в месте взятом странах. Ну, тяжело их, видите, невозможно переубедить. Хорошо, пусть стреляют. Мы будем искать способы, как бороться. Поэтому мы на сегодняшний день от воздушных целей мы закрылись. А вот от баллистических целей, к сожалению, мы не закрылись. Поэтому нам, я думаю, что нецелесообразно нам брать вот этот вариант, ПВОшный вариант комплекса Патриот. Не за то мы боролись. Мы боремся за противоракетный вариант комплекса Патриот. А сколько вы гарно объясняете про зброю, хотел бы запитать вас про подкаліберный боеприпас. Что это такое, то чему его так называют? Я трохи погуглю, але точно, але вы точно знаете більше, ніж гугл. Ну, больше гугла, по-моему, в мире не знает никто, поэтому давайте не умалять интернет-сеть с ее объемом знаний. Эти знания растут в каждый день в геометрической прогрессии, потому что оцифровывается и загружается куча горы, горы литературы, горы информации. Смотрите, что такое подкалиберный боеприпас? Подкалиберный боеприпас это, в принципе, стальной сердечник, который имеет хвостовое оперение для стабилизации полета. Он имеет округлую носовую часть, а сверху на него надевается так называемый баллистический колпачок, который имеет конусную форму для улучшения баллистики, для уменьшения сопротивляемости воздуха. Как правило, 40-50 мм в диаметре этот и длиной где-то около 50 см. Вот такой вот стальной стержень, на конце у него хвостик, впереди вот этот колпачок. Колпачок делается, как правило, из алюминия или тонкого металла. И он насаживается. А у самого подкалиберного снаряда, как правило, округлая главная часть. Потом посредине, где-то в средней части этого снаряда, он обжимается, состоящий из четырех частей. Делаются такие вставочки круглые, которые держат вот этот подкалиберный снаряд. И на них идет медный поясок. Этот поясок при применении в нарезных системах идет по нарезам. А в применении в гладкоствольных системах просто он играет роль ведущего пояска. И вот это вот кольцо, составное кольцо, из четырех частей оно состоит, оно еще обеспечивает разгон. То есть пороховые газы давят на это кольцо. Как правило, подкалиберный боеприпас впрессовывается в гильзу. То есть окатывается по кругу и он в гильзу ставленный. И он является унитарным зарядом. То есть гильза вместе с вот этим подкалиберным снарядом. Что происходит? Когда происходит выстрел, вот это кольцо, оно под действием пароховых газов придает ускорение этому сердечнику. Сердечник развивает, начальная скорость может быть от 800 до 1100 метров в секунду. В зависимости от калибра, в зависимости от орудия или в зависимости от системы. Ну у танка, допустим, пушка 125, он может стрелять подкалиберным, соответственно, 125 диаметр. А вот этот стержень, он все равно 40 миллиметров. У 100 миллиметровой пушки калибр 100 миллиметров. Соответственно, это кольцо 100 миллиметровое. Но при выходе из канала ствола под давлением газов, вот этот медный поясок, который обеспечивает обтюрацию, то есть движение за счет мягкости меди и соответствия калибру по стволу, оно скользит, его разрывает. И эти кусочки, четыре составных части этого кольца, разлетаются в разные стороны. И сердечник, получив инерционное ускорение за счет пороховых газов, идет в направлении цели. Попадая в цель, если он попадает под острым углом, вот этот мягенький колпачок, который находится сверху, конусный, он сминается. И таким образом увеличивает угол встречи с броней объекта, то есть броней танка. И дальше он пробивает эту броню. За счет малого диаметра и большой кинетической энергии, он, как правило, пробивает броню, наносит повреждения. Внутренние осколки могут поразить экипаж, или если он попадает в какую-то важную часть танка, допустим, в борт, в моторный отсек. Ну, от него детонации не будет в танке. Пожар, да, может возникнуть. И таким образом поражает танк. То есть, ну, иногда танки выходят из боя, у него может быть одно-два отверстия от подкалиберных снарядов, и экипаж там получил ранение, но, тем не менее, механик остался, допустим, жив и вывел машину из поля боя. И, ну, дырочки, получается, где-то чуть меньше, чем 30-40 миллиметров. Внутри там вырванная броня, проломленная. Вот так вот действует подкалиберный снаряд. За счет скорости и за счет твердости стали он пробивает броню. Если на танке стоит активная защита, она, да, она может увести вот этот сердечник на рикошет. То есть, он ударяется в коробочку с тротиловой шашкой, она подрывается, и он уходит на рикошет. То есть, смазывается вот эта энергия, отводится в сторону. Вот так действует подкалиберный боеприпас. Есть такое вопрос. Би-Би-Си рассказывает про нововведение в управлении войсками, про систему Дельта. Скажите, будь ласка, чи досить захищена она от врага? Бо до ней мают доступ и командиры на поле боя. И есть возможность того, что тот планшет или компьютер будет захопленный врагом. Это же будет суперзнахидка для орков. Ну, если они смогут взломать. Для этого существует система защиты и система паролей. Поэтому, это очень защищенная система. Тем более, она построена таким образом, что даже войдя с планшета командира взвода или командира роты, ты не получишь весь объем информации, не имеешь доступа. У тебя есть свой уровень, или та информация, которую тебе присылают от старшего начальника. Поверьте, сделано все. Айтишники сделали так, что даже попав в руки врага, планшет, получить доступ к полному объему информации. А на самом планшете ничего нет. На самом планшете ничего не хранится. Все идет в режиме онлайн. Планшет выключили, все, он пустой. Включили планшет, введи пароль. Хочешь потренироваться, шесть цифр пароля дают миллион комбинаций. Шесть цифр пароля. А если пароль сложносоставной, то вы будете мучиться. Кстати, про пароль могу рассказать очень хороший анекдот, когда компьютер НАТО, вот типа такой с системой Дельта, попадает в руки китайской армии. И китайцы долго ломают голову, как же взломать этот пароль. В конечном итоге кто-то бросает рационализательское предложение. У нас полтора миллиарда населения, это полтора миллиарда вариантов комбинаций пароля. Давайте пусть каждый житель страны придумает свою комбинацию и попробует ее ввести. Может быть кто-то и угадает. После миллиарда попыток компьютер признал, что он дебил, а пароль Маутседу. Вот такая вот веселая анекдота. По поводу модернизации танков Т-72. Коснулась ли модернизация нашими европейскими партнерами в плане живучести танков, то есть размещения снарядов, чтобы при попадании в башню танка не детонировал весь боекомплект и тем самым отрывало башню танка. К примеру, версия ПТ-Тварди, РТ, я ее называю РТ, помните, это польская версия модернизации Т-72. Которую нам предлагают, насколько он живуч в отличие от оригинала. Или Тварди коснулась лишь модернизация авионики. Спасибо за информацию. Ну, авионика это на самолете, давайте так. Электроника, вы, может, хотели сказать. Смотрите, никто конструктивно не менял эти танки. Что касается боеукладки и основных узлов и механизмов, все осталось так, как было на родной 72-ке. Живучесть танка повышается за счет обвешивания его дополнительной броней и дополнительными средствами защиты. Типа активной реактивной броней или комплексом активной защиты этого танка. Установкой радиолокационных станций типа штора на танках для того, чтобы отводить управляемые снаряды. Но конструктивно никто ничего не менял. Вот эта 72-ка как была, у нее, по-моему, под полом боеукладка. У 80-ки она стоит вокруг башни, а у 72-ки, по-моему, под башней. Или наоборот. Я сейчас так навскидку вам не скажу. Ну, смысл в том, что нет, конструктивно танк не изменялся. Электроника танка менялась полностью. Прицел, да. Вместо прицела там стоял баллистический сумматор. Изначально они туда ставят систему управления огнем танка. Это намного лучше с лазерным дальномером, с автоматическим введением метеопоправок для определения данных для стрельбы. Так что, вот это, да, средства связи, средства обеспечения живучести экипажа. Вот это все применяется. Все остальное остается родным. Да, могли еще были Т-55, вот эти МС Словакии, которые нам передавали. Они поменяли двигатель. И двигатель поставили туда помощнее западного образца. Но в остальном танк остался такой же, как и был. Пытание. Вчера Запорижья на протязи больше одной годины расстреливали с С-300. Где были наши местные за этими системами? Смотрите, объясняю. Я много раз объяснял, но я не устану этого повторять. Потому что я понимаю, насколько страдает и Запорожье, и Днепр, и Харьков, и Херсон. Слава Богу, там в 300-х нет комплекса от вот этих С-300. Ракеты С-300 переделаны в класс земля-земля. Смотрите, дело не в охотниках. Охотники на месте. Это сверхзвуковые ракеты, которые летят по баллистической траектории. Дальность, время полета, ну вот во всяком случае в Харькове 40 секунд. От Белгородской области до Харькова примерно так. С этими ракетами, это баллистические ракеты, с ними может бороться только комплексы типа Патриот и Мамба. Вот те, которые нам будут передавать. На сегодняшний день у нас нет комплексов, которые могут бороться с этими ракетами. Вероятность того, что может там на Самс или Ирис-Т может сбить эту ракету, существует. Но она мизерная. Она там составляет 10-15%. Если комплекс готов, она попала в зону комплекса. У нее время реакции 8-10 секунд. Плюс противоракета успела догнать ракету, которую надо сбить до того, как та попала в цель. Вот в чем фишка. А с получением Патриотов в версии ПАК-3, как я рассказывал несколько вопросов назад, отмотайте и послушайте. Они предназначены для борьбы с этими ракетами. Пока не появятся настоящие противоракетные системы типа Патриот и Мамба, мы практически бессильны против баллистических ракет. Вот поэтому, где были наши мысливцы, а поймать, вы себе не представляете, что такое поймать подвижную цель, мобильную цель на позициях. Во-первых, для этого нужно огромное количество артиллерии. Допустим, чтобы поймать батарею С-300 на стартовых позициях, надо как минимум привлечь артиллерийский дивизион. То есть, это 18 орудий, надо разбить вероятный район огневых позиций, разбить на сектора. Эти сектора определить как цели, плановые цели для артиллерии. Артиллерия должна стоять на позициях готовности к открытию огня. И как только разведка подтверждает, что в какой-то из этих квадратов заходит батарея С-300 или начинает разворачиваться, артиллерия должна нанести удар. Это значит, наша артиллерия, стоя на позициях, попадает под контрбатарейную борьбу российской артиллерии. Это первое. И второе. Я не вижу, чтобы в этой войне мы могли апеллировать таким понятием, как артиллерийский дивизион. Мы даже не апеллируем понятиями артиллерийская батарея. То есть, собрать шесть орудий для выполнения одной задачи, для нас это огромная проблема. У нас максимум либо отдельные одно-два орудия, либо максимально взвод три орудия могут в составе взвода выполнять огневые задачи согласно запросов либо общевойсковых подразделений, то есть, пехоты и танков, либо по решению старшего командира. То есть, от комбрига там и выше. Или ставки, или генерального штаба, точнее наоборот, если оттуда идет развединформация. Поэтому на сегодняшний день у нас нет такой возможности. И поэтому наши мысловцы, они когда вот была разведка, когда в районе Токмака накрыли дивизион С-300 на позициях, это была просто уникальная операция, потому что знали, что он туда выдвигается. Разведка так сработала в режиме онлайн. Артиллерия выскочила на позиции и нанесла довольно серьезный удар с огромным эффектом положительным. Но это очень сложно и очень проблематично на сегодняшний день. А ракеты «Калибр» несут угрозу, когда пересекают воздушное пространство страны? И нужно ли их сбивать? Ну, такой вопрос немного завуалированный. Я так понимаю, вы имеете в виду Молдову и Румынию. То, что было заявлено об инциденте. А Румыния скромно промолчала, а Молдова вызвала посла российского. Да, любое несанкционированное вторжение в воздушное пространство страны, страна должна принять меры для того, чтобы его предотвратить. Во-первых, они видят, что ракета приближается. Допустим, крылатая ракета это тот же самолет. И даже скорость такая, где-то 840-870 км в час, дозвуковая, на малой высоте, около 500 метров. И она себя летит, маневрируя по той программе, в которой в нее заложено. Ее видит система ПВО. Конечно же, приближаясь к воздушному пространству, страна должна либо поднять авиацию на перехват. Ну, кстати, вот F-16 обычно выполняет эту роль. Они быстрые и легкие. Как раз для перехвата то, что надо. Поднимает авиацию для перехвата, плюс включает систему ПВО и со входом в воздушное пространство открывает огонь по этой цели. Так должно быть в классике. Ну, я так понимаю, Молдова может только посмотреть, как пролетает над ними ракета. Сил и средств у них нет. У них с армией вообще как-то очень туго и не сложилось. Хотя у страны больше 30 лет оккупирована часть территории, приеме ввиду Приднестровья. И при этом, видите, насколько сильно влияние пророссийского сегмента, что Молдова упорно не занимается своей армией. У нас это было в меньшей степени, то мы практически убили армию с 400 тысяч, мы докатились там до 87 тысяч и практически она была небоеспособна. На 2013 год мы ее начали разворачивать практически так, с нуля. Поэтому такая тенденция. В Молдове это вообще еще картина, еще печальнее, чем у нас была на 2013 год. И она сохранилась. В том-то и дело, что Молдова до сих пор не занимается вопросом. Я не слышал, чтобы они там сейчас разворачивали программу, просили какие-то кредиты для того, чтобы купить там танки, системы ПВО, самолеты, развернуть армию, провести рекламную кампанию, набрать контрактников и начать готовить профессиональную армию, хотя бы в небольших количествах. Нет, этого ничего пока, к сожалению, величайшему не наблюдается. Но оппозицию Румынии я уже объяснил. Моя версия такова, что НАТО не хочет вмешиваться в этот конфликт. Об этом сказал Джо Байден еще в самом начале, по-моему, в марте или в апреле прошлого года, когда тогда первый, типа, НАТО вот будет воевать в Украине или не будет. И Байден сказал, мы дистанцируемся от этого конфликта капитально. Путин хочет втянуть НАТО всеми силами в этот конфликт, потому что тогда война автоматически становится мировой. А если мировая война, то Путин ведет переговорный процесс с кем? С мировыми лидерами. А его нет, его с Олимпа там пинком под зад пнули, и он катится с горы. Куда? Вот на уровень наш. Хочешь разговаривать, иди с Киевом разговаривай. Для него это же, представьте, какое унижение. Нет, я не буду. Ну, значит, тогда воюем дальше. Давайте войну на истощение. Вот война на истощение сейчас и идет полным ходом. Поэтому, скорее всего, Соединенные Штаты сказали Румынии, тихо-тихо-тихо, никаких ракет не было, вы ничего не видели, все хорошо, все спокойно. Почему? Потому что надо не дать Путину прецедент, переговорный процесс. Если сейчас признать, что влетели ракеты, Путин сразу скажет, а, влетели ракеты, давайте переговоры. А пока мы ведем переговоры, надо прекращение огня. Ну, как же, нельзя разговаривать, вы сейчас будете доказательства, представлять, что ракеты влетели в ваше пространство, что это мои ракеты были. Но пока мы, вот это все, балочки и ВДМО, прекращение огня обеспечьте. Вот чего добивается Путин. Вот чего, поэтому румыны молчат, как рыба об лед. Хотя в Румынии расположены станции, передовые станции обнаружения, станции раннего обнаружения пусков баллистических ракетов. Система просто, их натовская, в Румынии. Она все видит. Все они прекрасно знают, все они прекрасно видят. Мы это констатируем, этот факт, для того, чтобы показать, в том числе и НАТО, и Путину, что мы все видим, все мы знаем. И как факт военного преступления, мы потом это документально передадим Румынии. А Румыния присоединится, допустим, к иску Украина против России за нанесение ущерба и за незаконное пересечение. Это еще одно военное преступление, которое совершила Российская Федерация. Поэтому официально мы признаем это и говорим об этом. А Румыния говорит, не, не, ничего не было. Ничего не видел, ничего не знаю. Так же, как Польша. Ну, что-то там упало, что-то там взорвалось, и будем считать ничего. Вот по такому принципу. Если в Америке второй зонд китайский, то я не верю, что Си не знал, что собирался делать Путин в феврале 22-го года. Скорее всего, знал, поддержал, если еще и сам не подталкивал. Я думаю, что вы абсолютно правы. И Путин не зря ездил на Олимпиаду, на открытие Олимпиады в Пекин. Путин, скорее всего, возил планы войны против Украины. Ну, естественно, Путин же рассказывал Си, что это будет Блицкрик за три дня, я Киев возьму за три дня, а потом вы по такой же великолу возьмете Тайвань за два дня или за один день. Ну, потому что такие. И единственная, кстати, есть инсайдерская информация о том, что Си Цзепин поставил жесткое условие, что никакой войны во время Олимпиады. Потому что Путин хотел напасть раньше. А вот Олимпиаду как бы никто не хотел портить себе нервы и портить свою Олимпиаду. Поэтому после закрытия Олимпиады Путин перенес дату начала военной операции на 24 февраля. На 23-е, видимо, не мог поставить, потому что там вся страна бухает. Вот. И они могли просто не завестись вместе с танками, выпить все, что горит. Типа на день советской армии. Ну, он же сейчас у них и российская армия. Не знаю, как она называется у них там. Вот. Но... А вот 24-го как раз с похмелья, с будуна, с тяжелой головой, не соображая куда, приказ поехали вперед на Киев. О, на Киев, вперед. Поехали. Думаю, что Си знал. И думаю, что Си одобрил эту операцию. А теперь он делает вид, что он как бы не при делах. Это, кстати, так политика Китая такая. Не вмешиваться. Где-то там с глазу на глаз он что-то может сказать. А официально не Китай такой, как говорят, обезьяна, сидящая на берегу, которая ждет, когда трупы врагов проплывут мимо вниз по реке. Следующий вопрос. Из какого оружия подбивается движущаяся техника противника? Например, как недавно под Углидаром. На видео видно точное попадание в движущийся танк. Ну, вот это я так можно предположить, судя по тому, что танк двигался, что это был снаряд Эскалибур. Высокоточный боеприпас, корректируемый на всех участках траектории. Вот он захватил цель и скорректировал себя и попал точно в танк. А дальше, скорее всего, смотрите, какой принцип. Принцип надо остановить колонну. Для этого что надо сделать? Надо попасть в головную машину. Основную головную машину. Дозорная машина, какой-нибудь бронетранспортер или БМП или боевая дозорно-разведанная машина, пусть она едет вперед. Ее ни в коем случае нельзя трогать. Вот первый танк или первая самоходка или первая БМП в колонне, рот или батальон, вот ее надо подорвать. Как только ее подорвали, колонна что? Стопорится. Дозор уходит вперед, основная часть колонны останавливается. Как только колонна остановилась, дальше массированный огневой налет артиллерии. И там уже спасайся кто может. Кто не спрятался, я не виноват. Вот по такому принципу работает артиллерия. Поэтому вот это первое попадание в танк, прямое попадание в танк, это скорее всего высокоточный боеприпас типа «Искалибур». А дальше это уже осколочно-фугасные снаряды огневого налета артиллерии по данной цели. А за счет того, что беспилотник висит и видит, он корректирует огонь артиллерии по необходимости. После каждого выстрела он может корректировать огонь. То есть уточнять поправки в дальности, в направлении. Чтобы точнее ложились снаряды. И через беспилотник с беспилотника смотрят и дают команду, когда стой. Для артиллерии это священная команда. Если сказали стой, значит огонь прекращается. Прекращается работа номеров расчетов и артиллерия замирает в ожидании следующей команды. Вот таким вот образом поражается движущаяся цель. Ну что ж, мы на этом вторую часть вопросную тоже, наверное, закончим. И у нас остается с вами по традиции третья часть. Это приветствия и пожелания и комментарии, которые вы прислали к предыдущим видео. И вот такой комментарий написали. Дальнобойные средства поражения противника нужны только тогда, когда известно местоположение противника. Хоть склад, хоть штаб, хоть сосредоточение. Эта проблема началась в 70-80-х годах. Средства поражения сделали, а разведку в режиме реального времени не обеспечили. Так, ну тут аббревиатуровые наши ПМВ. Что такое ПМВ? Трудно. БМП, основной бинокль, видит на 5 километров. А массовое средство поражения на 1-2 километра. Трудно понять, что вы имели в виду. Но смысл такой, что вы хотите сказать, что в 70-80-х годах средства поражения сильно опередили средства разведки. Да, это правда. У нас, если мы берем по артиллерии, то, кстати, вот насчет, если это вы имели в виду БМП, что бинокль, точнее прибор, видит на 5 километров, а бьет на 1-2 километров, то неправильно. БМП-2, допустим, пушка до 5 километров прекрасно может вести огонь. 1-2 километра у него самая эффективная дальность стрельбы, а вот наблюдение, да, можно вести до 5 километров. Так вот, артиллерия имела дальность, в принципе, максимальную дальность это 5 километров, это визуальное наблюдение до 5 километров. Вот все средства разведки были построены именно на этом. Дальномеры квантовой, даки, дальномеры артиллерийские квантовые до 5 километров. Самое эффективное измерение дальности. Плюс удаление, еще 4 километра добавьте, где-то удалить, 4-6, удаление артиллерии от переднего края, это вам рассказывает классику, учебник. Вот, получается, 9 километров дальность стрельбы с огневых позиций. Д-30 на 15 бьет, то есть она еще может в глубину переносить огонь, но там уже работает кто? Войсковая разведка. Или работают артиллерийские, радиолокационные или звуковые комплексы. АЗК там 5, АЗК 7, ну сейчас это называется положение. Либо работает станция обнаружения стреляющих орудий минометов, типа зоопарк. Она может там до 25, ну максимум 30 километров, она может вести разведку. Тогда, да, артиллерия бьет на всю дальность. Но это только артиллерия старшего, старшего начальника. А артиллерия, а артиллерия общевойсковых подразделений, там, бригады, допустим, она имеет дальность 20 километров максимальную, это реактивные системы залпового огня. И действительно разведка отстала, и разведка только по координат там. А сегодня эта проблема решается. И, кстати, в нашей армии она решается очень успешно, мы создаем целые роты аэроразведки. И эта аэроразведка может лететь в глубину противника и загружать нашу артиллерию с огневыми задачами на всю дальность досягаемости огневых средств этой артиллерии. Ну, в частности, Хаймарс на 75 километров валит, аж гай шумит. Но координаты же надо разведать, кто-то же разведывает, иначе бы это было бы в белый свет как копеечку, а мы ложим, в принципе, каждый пакет в цель. Привет из Литвы. Мы опечалены нашими потерями, но радуемся вашими потерями, но радуемся вашим достижениям на фронте. Да здравствует Украина! Долгая память защитникам Украины. Набережные Челны. Татарстан. На связи. Олег Батькович, вы классный дядька. Здоровья крепкого бойцам и ясного ума на фронте. Перемога будет за Украиной. Как же иначе? Хлопцам привет! Спасибо большое. Такой вот очень комментарий из Татарстана. История про 8-летнего мальчика из Казахстана, который отдал все свои сбережения детям Украины, очень меня растрогала. Я уже давно живу в Америке и знакома со многими далеко не бедными американцами, которым даже в голову не приходит задонатить хоть какую-то сумму на помощь Украины. Справедливости ради должна сказать, что большинство американцев поддерживают Украину, как финансово, так и морально. В любой стране найдутся жлобы. Но мир держится на таких людях, как этот мальчик из Казахстана, который вырастет человеком, спасающим жизни людей, а не жлобом, думающим только о себе. Дай Бог этому мальчику и его семье, которая воспитывает благородного человека, крепкого здоровья и благополучия. Олег, доброе время суток, замечание по переучиванию на импортные воздушные силы. Если помните случай под Иркутском, Ту-154, борт прибыл из Китая, там был заменен высотомер. Линия горизонта плавала не вверх, а вниз от набора высоты. Экипаж не был готов, так как летал на родных Ту-154. Результат штопор и пипец. Пусть пилоты вооруженных сил Украины учтут. Слава Украине! Ну, надеюсь, нас услышат и учтут, что есть... В этом и есть смысл переучивания, что летчики должны освоить разницу в управлении, разницу в приборах тех или иных самолетов. Кстати, я не удивлюсь, если, допустим, на американских самолетах расстояние может мериться в футах и в ярдах. У них эта система еще осталась. Доброго дня! Под Николаевым катакомбом изучал тему глубоко. По Николаевским катакомбам. Это не катакомбы. В том смысле катакомб, каком мы это понимаем. Никакой секретности нет по причине отсутствия какого-то значения этих ходов. Так как, по сути, это небольшая система турецких оборонных ходов, заброшенных давно. Диггеры изучали эти ходы, остались немного недовольны. С катакомбами в Одессе никакого сравнения. Вот почему там нет экскурсий. Около десятка ходов, пару комнат, некоторые ходы завалены. Катакомбами не назовешь. Доступа нормального туда нет. Часть просто завалены. Вот видите, спасибо огромное вам за информацию. Шахет не может быть барражирующим боеприпасом. Тогда к барражирующим боеприпасам можно отнести и калибры Х-101 и ракеты Х-101. Барражирующий боеприпас имеет камеру или обратную связь с оператором и оператор либо автоматический и оператор либо автоматический по программе боеприпас находит, выбирает и атакует цель. А Шахет не имеет ничего такого. Он летит на стационарную заранее заданную в бортовой компьютер цель. А вот маршрут может быть даже кругами. Калибр а может и Шахет могут менять цель по команде оператора. Но цели и маршруты к ним сидят в памяти. Охотиться за целями в отличие от барражирующих боеприпасов они не могут. Кстати не может тут вот я с вами не соглашусь ни Калибр ни Шахет не могут менять координаты цели. Она закладывается заранее так же как и маршрут. И он уже если он вылетел то все. Все что в него заложили вот потом он и летит. Ну что ж услышали ваше мнение по поводу того что Шахет не может быть барражирующим боеприпасом. Дрон Камикадзе оставляем ему тогда общенародное название. Не потеря крови а ее заражение от рваной и грязной униформы. Я сам такое дело пережил. А это имеется ввиду раненые. Помните был вопрос выживут ли раненые после я сказал что получив множественные осколочные ранения они в основном умрут от потери крови. А человек говорит что от заражения могут умереть потому что в рану вместе с осколками попадают куски одежды грязи и естественно начинается абсцесс. То есть воспалительный процесс в ранее заражение может быть заражение крови. но это не всегда так и заражение крови проявляется намного позже чем возникает обморок у человека от ее потери. А после обморока кровь продолжает вытекать и наступает летальный исход. Как говорят медики специально спросил они говорят что абсцесс заражения крови может произойти через несколько часов. то есть должно пройти от 12 до 24 часов. Да когда он попадает в госпиталь этот солдат ему начинают поэтапно оказывать медицинскую помощь то что делают медики сразу же антибиотики от воспаления. Как местного значения возле раны так и общего значения в организм. Если антибиотики не давать то через сутки начинается воспалительный процесс или заражение может начаться заражение крови. Здесь нет. Здесь все-таки приоритетным является именно потеря крови от множественных осколочных родин. Доброго дня! Витаю вас с Неаполя! Вчера в Италии закинчився фестиваль итальянской песни Сан Рема. Боже, он еще существует. Я уже думал, что его давно нет. 5-е место занял співак Таняні с песней «Танго», в которой рассказывается про двоих закоханных украинцев, из которых он идет на войну, он переезжает от войны в другую страну, между ними разлука и надея на зустріч. Чудовая песня. Все украинцы голосовали за этого співака. «Нехай Бог оберегай всех наших захисників, слава Украине!» «Ура! Любимый наш дорогушечка Лапочка Олаф Шольц, спасибо за леопардики!» Да, такое заявление 80 леопардов вторых в марте месяце. Для нас это бальзам на сердце. Спасибо большому немецкому народу. Это их заслуга, их деньги. Как говорила Маргарит Тетчер, не существует никаких государственных денег. Есть деньги налогоплательщиков. Нас, кстати, в стране об этом очень часто забывают или не знают об этом, наверное, вообще. Доброго дня. Питание. Нещодавно в мене выникла суперечка. Чи може реактивна система артиллерийская система Хаймарс працювати в системе ППО? Я Адже, слухаючи щодня вас, розумію, Хаймарс працює по координатам на земле. Переглянула і інші джерела, такої інформації не знайшла. Можливо, я щось пропустила? Будь ласка, розсудіть нас. Для мене це принципове питання. Дякую за відповідь. Ви абсолютно правы. Можете смело настаивати на своє мнение. Хаймарс это реактивна система залпового огня для уничтожения или для поражения наземних целей. К системе ПВО она вообще никакого отношения не имеет. Американский производитель передовых ударных и разведывательных беспилотников General Atomics объявил, что готов продать два своих дрона Украине всего за один доллар. Призвал Белый дом одобрить данную сделку. Беспилотники Gray Eagle и Reaper производимые компанией эффективно используются американскими военными для разведывательных и боевых задач в зонах военных конфликтах. Ну дай бог чтобы это сбылось. Чтобы Белый дом вас услышал точнее этих производителей и дал добро на продажу нам этих символическую продажу нам этих беспилотников. Хорошие машины. Мы кстати Eagles и Reaper очень часто наблюдаем в боевиках. Когда там где-то в удаленной местности надо точечный удар нанести так ювелирно чтобы убить там одного или двух каких-нибудь нехороших дядек бородатых или еще что-нибудь. Вот тогда применяются вот эти беспилотники. Катакомбы не можно выкористовывать как бомбосховище ни в каком разе. Может просто завалить и никто там шукать не будет. наветь каналы для сточных вод печат часу обрушиваются сами по суби. Ремонтуют а за ними следкуют и доглядают. Ну очень спорный вопрос потому что если надо укрытие то укрытие может послужить любой окоп. Если же или углубление в земле. Если же уже взрыв произошел непосредственной близости и произошло обрушение ну это война. Тогда надо откапываться и естественно если уже прятаться по системе то есть не каждый раз в новую щель в земле забиваться а оборудовать эти самые катакомбы под бомбоубежище то конечно же люди будут знать что туда прячутся и никто там вас не забудет. Ваше отношение к сносу памятника Ватутину позитивное и положительное единственное что мне не понравилось в этом моменте я за то чтобы у нас есть свои герои и там очень спорное и Ватутин и Жуков особенно Жуков тут не стеснялся они даже не переодевали наших граждан украинцев в военную форму давали винтовку и гнали в бой Ватутин то же самое ничем не отличается единственное что было сделано неправильно на мой взгляд это то что это же не памятник возле Мариинского парка который вот сейчас сняли это могила вы сначала сделаете эксгумацию перезахоронения а потом а потом ее убирайте потому что памятник сняли а надгробие вот что делать с надгробием закатать в асфальт ну это как-то будет не по-христиански вот поэтому я думаю что КМДА наша решит этот вопрос эксгумации останков перезахоронения и на какое-нибудь обычное кладбище вот и только после этого можно снимать надгробную плиту так во всяком случае мне кажется это лично мое мнение но то что памятник сняли это очень правильное решение ну что ж и на этом наверное я поблагодарю вас за ваше внимание за ваше время что вы досмотрели до этого момента сегодня ролик выходит очень поздно ну таковы к сожалению обстоятельства ну тем не менее еще раз приглашаю подпишитесь на мой канал кто еще не подписан поставьте лайк этому видео если оно вам понравилось и тогда его смогут увидеть большее количество людей огромное спасибо спонсорам и тем кто помогает каналу благодаря вашей помощи и спонсорству у меня есть возможность записывать эти ролики и доносить до вас эту информацию ну а мы с вами продолжаем верить сбройным силам Украины перемога за нами слава Украине